Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня мне поставили задачу рассказать про компаньоны петунии. Но я себе поставила другую задачу. Я представила себе, что если я расскажу вам, посадите петунии с тем-то, с этим, это будет как-то скучно. Это во-первых. А во-вторых, я не встречала нигде, ни в литературе, ни на практике, в ситуацию, когда петунии кто-то мешает расти или она кого-то подавляет. Поэтому я, конечно, расскажу про компаньоны, но немножко позже, после своего вступления, для того, чтобы вы потом уже понимали, для чего именно такие компаньоны и почему я их рекомендую. Замечали, что иногда проходишь мимо какой-то гумбы, цветника и останавливаешься, потому что невозможно дальше идти, восхищаешься, как красиво. Это, может, мы и не анализируем, наш мозг живет сам по себе, и он улавливает вот эту цветовую гармонию. А иногда проходишь, ну да, цветут и хорошо, и цветут. Не цветы виноваты в этом. Они хороши, они красивые, но они посажены, составлена композиция неправильно. Поэтому и нет такого яркого впечатления. Кому-то повезло, кто-то от природы имеет вкусовой, цветовой вкус, извиняюсь, и сам составляет композиции, и сам себе дизайнер и дома, и в одежде. А кому-то все-таки нужен совет или даже помощь специалиста. Специалисты ландшафтного дизайна, они изучали такую науку, как цветоведение. И поэтому, ну, зачастую цветники получаются хорошие. Как можно составлять цветники? Я тут вам приготовила такие наглядные цветовые круги. Каждый цветовой круг, он включает 12 оттенков. Это основные оттенки. И если мы посмотрим, то они все разные. Ну, потом я вам поподробнее расскажу эти схемочки. Значит, первый принцип, это принцип контраста. Когда мы берем равноудаленные оттенки цветового круга, композиция получается яркая, насыщенная, она привлекает внимание за счет того, что равноудаленные цвета равномерно воздействуют на наше восприятие. Можно выбрать другой принцип построения цветника или другой композиции. Это когда нюансное составление. То есть цвета располагаются рядом. Еще мы что видим? Что одна часть, она теплая, а вторая часть холодная. То есть контраст мы этот замечаем, наш глаз улавливает. Когда мы выбираем цвета нюансное сочетание, то композиция получается спокойная такая, умиротворенная. Напротив, когда мы выбираем яркие цвета, они, теплые такие цвета, они несут динамику, они привлекают внимание. Ну и яркие такие светлые оттенки, теплые, они как бы оптически приближают композицию. И напротив, оттенки холодного спектра, они оптически удаляют. Поэтому помните, когда вы высаживаете какие-то растения, цветущие фиолетовых, синих оттенков на дальнем плане, то они еще больше будут теряться. И мы не увидим красоты и формы этого цветка, особенно на каком-то темном фоне. Ну, есть еще понятие яркости. Я вас не буду сильно мучить. Это когда в одном цвете мы видим такую размытость. Например, бордовый, красный, розовый цвет. Это все один цвет, но разный по степени яркости. Ну и для чего тут эти вот такие треугольнички? Это называется триада. Мы можем составлять, либо брать три цвета, можем брать четыре цвета, пять цветов, шесть цветов. И такие композиции будут очень гармонично смотреться, будут привлекать внимание то, что касается контрастных цветников. Но я вам посоветую на первых порах воспользоваться триадой, то есть выбирать три цвета равноудаленных. Вот этот вот треугольник, он абсолютно правильный, и поэтому это будет самая гармоничная композиция и беспроигрышная. Когда мы с вами перейдем уже на клумбу, приближаемся к петуниям все-таки, если вы выбрали или вам достались петунии с бледными окрасками, то не высаживайте их на ярком солнце, там они потеряются, потому что бледный цвет, он как бы теряется, особенно если и бледный фон. И иногда светлые окраски высаживают на каком-то светлом фоне, они тоже теряются, поэтому для светлых окрасок выбирайте какие-то более контрастные темные тона фона, будь то темная стена или темная дорожка, или сзади темный плотный фон зелени. Напротив темно окрашенные цвета петунии, бордовые, фиолетовые, у которых такая бархатистая поверхность, она сама по себе поглощает цвет, поэтому значит надо сажать на светлом фоне. Ну и не забудьте про зеленый цвет, мы его упустили. Зеленый цвет, если он в одежде, в интерьере, то он всегда привлекает наше внимание, он доминирует, ну а в природе все по-другому. Зеленый цвет, в цветоведении и в природе, этот цвет как бы нейтральный, он дополняет, поэтому не пренебрегайте им. Можно в одно кашпо или в одну клумбу нанизать очень много ярких оттенков, не пользуясь никакими правилами, и при отсутствии зеленого цвета, это будет пестро, и может быть даже кого-то будет раздражать. Ну и подбираемся ближе, какие же все-таки компаньоны для петунии. Вы замечали, что у петунии все округлое, листики округлые, мягкие такие, мохнатенькие, цветочки тоже округлые, маленькие, большие, и сами линии плавные у растений, изгибы плавные, поэтому надо что-то выбирать, такое, чтобы было контрастно, противовес по форме. Значит, вертикали выбираем какие-нибудь. Сюда подойдут различные виды сальвий, будь то сальвия фаринацея, которая мучнистая с фиолетовыми, с цветочками, похожими на лаванду, некоторые путают. Сальвия блестящая, конечно, всем нам знакомая. Раскидистые, красивые, рыхлые. Сальвия как цинея или ярко-красная. Антиринум. Антиринум будет просто идеальным компаньоном, потому что и по количеству окрасок он просто соревнуется, наверное, с петунией. И разного характера роста, и шаровидные, и примедальные кустики есть, высокие, низкие, даже есть ампельные. Можно компоновать, как вам понравится. Интересное растение гаура. Если мы сажаем, особенно в кашпо или в какую-то напольную вазу, то ее рыхлые, как бабочки, цветочки будут очень красиво порхать над основательными цветками петунии. Сюда пойдет герань, очень замечательный компаньон, циндерарии, ну и то, что имеет серебристо окрашенные листики. Ну и давайте я вам предложу на свое усмотрение такие триады, как я уже говорила, дополнения к петунии. Например, возьмем дихондру и пеларгонию. К петунии. Дихондра это такое серебристое растение, ампельное, не спадающее, с мелкими многочисленными листочками, которое будет очень изысканно смотреться. Конечно, дихондра в природе не растет на дереве, и там она имеет ползучий характер, но ландшафтные дизайнеры ее приручили и посадили в кашпо. И не зря, потому что очень выигрышно смотрится. Пеларгония тоже многообразные окраски и возвышающиеся на длинных цветоносах ее шапки цветов и темная окрашенная листва, либо листва у зональной пеларгонии с темными сердцевинами, либо окантовкой беленькой тоже будет очень хорошо работать. Красивая компания получится, если мы возьмем алису и гелиотроп. Гелиотроп с основательной зеленью и сам такой вот он крепкий, красивые шапки, ароматные, будут привлекать насекомых. Геликризум, следующая пара, геликризум и вербена. Геликризум не тот сухоцвет, который мы привыкли выращивать в высокий. А геликризум петиоляре, это называется черешковый по-русски. Это тоже из разряда декоративно-лиственных. У него побеги разрастаются в различные стороны. Он хорош тем, что засухоустойчив, непривередлив, перенесет любые невзгоды и замечательно своей такой нейтральной, сизой, мягкой окраской украсит композицию. Хороша еще для таких, особенно кашпо, бакопа, дихондра. Дихондру мы уже, наверное, рассматривали с вами. Бакопа тоже ампельное растение, и современные сорта гибриды, они имеют уже более крупный цветочек, потому что видовые бакопы, у них мелкие цветки до сантиметра, а у гибридов они достигают даже двух сантиметров, и они многочисленные на кустике, поэтому очень хорошо будут дополнять. Ну, давайте рассмотрим компанию гелихризм вербена и петуния. И, как я вам рассказывала, что составим ее сначала по принципу нюанса. Нюанс – это когда мы берем близлежащие, где тут вверх, где тут вниз, близлежащие тона. Допустим, три. Можно брать и больше. Мы будем начинать с трех. Так как гелихризм серенький, мы подберем к нему вербену, например, белую, либо бледно-желтую. Если белая, то тогда и петунию выберем, либо нежно-кремовую, либо тоже белую. И вот у нас появится такая нюансная композиция. Если мы решим построить композицию по принципу контраста, гелихризм серенький, возьмем вербену, давайте, красную, а красные вербени мы подберем в синюю петунию или фиолетовую. И вы представляете уже, как заработает наша композиция, когда все цвета будут нести свою цветовую равнозначную нагрузку. Ну, вот вроде бы и все по композициям. Не забывайте, выращивая петунию, про все-таки уход, потому что без надежного ухода, без своевременного полива, подкормок, особенно в кашпо, наши композиции будут проигрывать, конечно. Удачи вам! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин